Интерактивные технологии в школах. Можно ли детей заставлять мыть классы? Как школы готовятся к тому, что рано начнет темнеть? Эти и еще не менее важные вопросы обсудили депутаты на совместном заседании постоянных комиссий городского маслехата по вопросам подготовки учреждения образования к предстоящему учебному году. Ирина Вобещевич продолжит тему. Школами за счет средств подушевых финансований приобретены интерактивных панелей 550. Я хочу сказать, что согласно предвыборной программе президента об усилении материально-технической базы перед нами поставлена задача, чтобы в школах в этом году приобретение интерактивных панелей достигло 30%. В этом году в каникулярное время помимо ремонтов производилось оснащение школьных объектов образования. План по интерактивным панелям на этот год выполнен. Согласно приказу министра просвещения, в итоге в каждом кабинете должны быть такие панели с выходом в интернет. Кроме этого, компьютеры, моноблоки 165 единиц. Во многих школах я перечисляю здесь не стану. Предметные кабинеты 15 школах. Например, в школе 5 кабинет технологий для мальчиков. В школах 12, 36, 21 кабинеты STEM. В лице Сатарова кабинет географии, робототехники, математики. Также за счет средств областного бюджета приобрели три кабинета робототехники и STEM-лаборатории. Оснащение карагандинских школ современным оборудованием, в том числе, произвели за счет средств общественного фонда «Казахстан-Халкана». Есть потребность в обучении педагогов использовать новейшее оборудование. Многие учителя у нас, конечно, в возрасте. Им использовать интерактивное оборудование очень сложно. Поэтому сейчас этот конкурс выиграл полностью, были именоваться лицей Лере. Они очень хорошо используют. Сейчас наши учителя пойдут на курсы, как использовать оборудование. Был затронут вопрос трудового воспитания в школах. Выходить в парламент, просить о том, чтобы именно детей привлечали к труду, чтобы они за собой убирались. Да, пускай они там ели, честно, но в то время, когда мы были за собой, как говорится, выжимали тряпку, вытирали все, чистили это. Трудовое воспитание детей можно через проект служения обществу. В школах это требование есть. Каждая школа, особенно инновационная, должна работать в направлении служения обществу. Служения, что означает, это есть и Тазахстан, и Джасл-Ель, помощь старым людям, помощь детским домам, организация концертов и так далее. Все, что угодно. А вот по старой привычке, как в советские годы, мы там дюжирно оставался, полы мыл, и там чистый четверг коридорах здесь мы мыли, мы территорию подметали. Естественно, сейчас этому стоит стоп. Считается, что это нарушение прав детей. Вопрос освещения придворовых территорий также на контроле депутатов. Вы правильно сделали замечание. У нас скоро 4 часа будет ночь. В связи с этим переходом на новое время мы тоже опасаемся. Территории школы освещены. А вот подъездные пути к школам мы с Акиматом отрабатываем. Еще один важный вопрос – это коммунальные сети учебных заведений, которые не стоят на балансе коммунальных служб и, следовательно, ими не обслуживаются. Мы, если этот вопрос не решим, все ваши ремонты, все это, оно бессмысленно. Один прекрасный день школа встанет, забьется канализация, авария произойдет на оборонных сетях или тепловых сетях, и все. И дети уйдут домой на дистанционное обучение. То есть руководители организации образования не потянут ремонт за квартал, вот эту всю дорогу. Согласно актов раздела границ коммунальщиков, протяженность сети, относящихся к некоторым объектам, достигают километра. Необходимо привести документы в соответствие и разграничить сети до забора. Но тут опять столкнулись с трудностями. Есть школы готовые, подрядчики полностью получили акт на землю, то есть все православные документы, которые есть в школе. А есть школы, которые не имеют на чему учтения документы, то есть акт ввода и эксплуатации. Вообще школы советских времен постройки нигде нет. Решение может стать обращение в суд. Вопрос на контроле у депутатов и может занять время, но начать процедуру необходимо.